И всем привет! Вы на канале Ведроид Гейминг. Меня зовут Александр и сегодня у нас танк файринг и новый трехзвездочный фиол танк Меркова МК-4. Кстати, один из моих любимых танков в реале имеет, на мой взгляд, просто очешуительный внешний вид и крутые показатели. В играх, как правило, Меркова это танк с повышенной выживаемостью и танк файринг этому не исключение. Здоровье у нас даже больше, чем у жирнючего Абрамса 3737, авторемонт 467, тоже высокий, каждые 5 секунд. А вот урона маловато, 538 за выстрел, перезарядка такая же, как у Абрамса, 3 секундочки. Наша обилка это усиленная броня, которая режет процентов эдак на 75 входящий урон, ограниченно имеет пул и время действия. Ну а главным отличием от бабла Абрамса является возможность блокировать подряд несколько выстрелов, когда у Абрамушки барьер лопается от первого же попадания и неважно какой урон туда влетел. Поэтому Абрамс более специализирован на контре разового большого урона, а мы более мелкого, но частого. Вопрос с уроном, конечно же, открыт. Когда ты едешь на меркове, ощущения такие, что все противники под баблами гоняют, потому что вместо привычных 200 ты фигачишь по 500. Это очень сильно напрягает, а когда две мерковы встречаются, да еще и защиту юзают, происходит, блин, битва века. И я сейчас про продолжительность говорю, ага. Короче, урона жесть как не хватает. Ладненько, погнали в бой. Сейчас все сами увидите, а то тут пишут, что я перед боями много разговариваю. Так что парочку-трочку боев скатаемся и сделаем какие-то выводы. Погнали. Погнали в бой. Кстати, тут локализацию сделали. Теперь все по-русски говорят. Просто замечательно. Также я наныл, чтобы название Т-80 поменяли на Черного Орла, потому что он больше на него похож. И разработчик, представляете, поменял, блин, просто жесть. Я прям доволен. Так вот, нас принимает тоже мерковод, смотрите, наш чудесный урон. Кстати, две мерководные, просто пипец. Надо отъехать отсюда. Чего вы в меня не стреляете? В общем, режим не наш, потому что килы не наш конек, мы больше по захвату точат. Но, тем не менее, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Тут два голубца стоят. Они уже по-любому отрегенились, потому что реген у нас 467, а дамажим мы 538. Вот просто пипец. Смотрите, сколько отнимаем. Процентов я не знаю сколько, 10? Давай, отъедешь чуть-чуть. Поэтому мерководную пинать в соло, это просто пипец. Ну и, естественно, килы делать тоже. Вот, 538, поэтому приятней. Блин, я перед носом чувака не заметил. Получай в задок. Вот как мне тебя убивать? Это у него еще повезло, 6-й левел, а если был бы 10-й? Это просто пипец. Я-то на первом гоняю. В общем, танк недомажный от слова совсем. Особенно после типочка. Ха-ха-ха, чувак спрятался. Уехал такой за ночком, за ночком поехал точку захватывать, которой, блин, нету. Я бы тоже бы что-нибудь сейчас захватил. Так, вот он спрятался. Ну давай, по картофельному играет. И вы потом пишите, что это боты. Это нифига не боты, это живые люди. Боты так не ездят. Ботов видно сразу. Вот это боты едет, смотрите. А может даже не бот. Опа-ки. Ну ладно, не в меня, и ладно, постреляем в тебя. Вот Николай точно живой, это клан Север. Мы периодически с ним встречаемся. В рандомчике надо отъехать, чтобы он меня не видел, потому что он сейчас бомбардировочку закинет. Ну и все, куда ты пойдешь. Вот такой вот урон у меня... Вот бомбардировочка залетела. Броню юзаем, но она нам, скорее всего, не поможет. Да, как больно-то пипец. В общем, мы не убили еще пока что ни одного танка, потому что, блин, у нас урона нету. Но зато успели сдохнуть. Счет 7-10. И, как я говорил, это не наш режим немножечко. Поэтому вот такие вот результаты. Тут я бы на своем типочке уже столько людей переложил. Урон-то у него 200... 2100? Давай. Даже попасть не можем. Короче, танчик мне не нравится. В реале он мне нравится, в танк-файринге мне он не особо нравится. Хотя бывают вот такие замесы. Ой, епросто, я еще попасть не могу. Это прям пипец. Николай! Или нет, Николай уехал. Это другой какой-то парень. Но здесь может броню проюзать. Он все равно не пробьет ее. А я его, может быть, да, пробью. Замечательно. Ну и вот так вот броня и работает. То есть поглощение маленького урона, большой, естественно, тоже чуть-чуть проходит. Но снимает очень большой размер пула нашей брони. Киллок можно было бы сделать. Но ничего, я по киллам там опередил этот батл пасс. Кстати, Хуавей раздавал деньги на халяву. 899 рублей на батл пасс. И угадайте, где я купил батл пассик? В последний, блин, день. И забрал, блин, весь лут. Вот в этой вот замечательной игре мне выпала одна красная деталька. Так что я на один шажок ближе стал к самому крутому танку. Выпала, по-моему, на Абрамс, если не ошибаюсь. Как-то так, да? Ну, не очень потный бой, потому что знаю, что от меня не особо что-то зависит. Поэтому не потею. Вот как? Вот что с ним делать? Я его бью, он даже не замечает. Смотрите. Ну, естественно, я тоже его сильно-то замечать не буду. Но орунчик, конечно, побольше проходит, потому что не первый левел. Второе убийство. А вот еще один с третий килл приехал. Идю сюда, блин! Я не... Нет, давай вот это вот. Не закончил еще. Мерковец, тебе пипец. Давай, замечательно. Все, отъезжаем. Ну, прикольно, что броня есть. Можно в самый потный момент просто встать на тапочки и уехать. Скорость тоже, в принципе, плюс-минус есть. Повезло, что четырех звезд нету. На моем сейчас уровне их очень часто закидывает в бой. И ты там начинаешь просто страдать. Ну, я имею в виду протанчики. Отличное. За четыре кила. То есть, в принципе, уже средний счет. Обычно я где-то по шесть человек убиваю, даже на тапочки. Но на тапке ты стоишь за камушком. Ждешь нужный момент, чтобы стрельнуть. Урона очень часто не хватает. А здесь ты просто вот по центру карты, блин, стоишь по беспределу. Никто тебя убить не может. Ну, плюс-минус. И все. Всем все нравится. Вон сзади противника есть. Давайте его лучше. Как я тебя не заметил. Броню прожимаем. Все, и смотрите. Вот она. С одного выстрела почти вся броня снялась. Жесткий парень. Хотя второго левела. Давай. Все замечательно. Ну, пишите, что думаете про танк. Сейчас у нас уже бой закончится. Возможно, мы его даже выиграем, если пацаны не сольются. Хотя как тут слиться? Тут, блин, мерковые одни гоняют. От старости только если... Бронюшка. Замечательно. Меня с двух сторон бьют. Сейчас я, скорее всего, умру и заруиню каточку, как обычно. Потому что меня всегда последним убивают. 20-й килл мой. Давай, Николай. Ааа, не успел доехать. Ну вот, видите, мы сейчас проиграем. Смотрите, это классика, блин, жанра. Дефит. Мазафака, блин. Ну, ладненько. Зато мы MVP и все хорошо. Итак, опять командный режим. Вот кто-то уже, смотрите, надымил. Хотелось бы, конечно, захват точек. Ну ладно, покомандим немножечко. Где все противники? Очень не хватает света в этом режиме. Я всегда это буду говорить. Вот, ЗТЗшка. Вот ее мы будем хорошо пробивать, потому что она худенькая. И она нас будет хорошо пробивать. Потому что пула у нас недостаточно, чтобы поглотить весь урон. Сейчас, смотрите, как шандарахнет. Как шандарахнет! Всю броню сняла. Но, тем не менее, моего этого самого отправили куда надо. СТРВшка тоже хороший урон у нее. Попасть бы еще по ней. Не хватает очень игре легких танков. Там каких-нибудь М8. Но я думаю, все добавят. Потому что разработчик вообще угарный. Мы с ним закарифанились. Он, походу, китайский. Потому что по-русски он вообще не шарит. Я говорю, поправь локализацию. У тебя тут половина баков. Он говорит, напиши мне как правильно. А то я не умею писать по-русски. Типа, прикиньте, у меня нет русской раскладки клавиатуры. Понятно. В общем, можно двигаться вместе с игрой. Она мне очень нравится. Я периодически в нее захожу и играю. Но стараюсь, по крайней мере, пополнять сундучочки, чтобы 4 всегда висела. И прикольно. То есть, ты зашел на минут 15-20. Откатал два боя. И, блин, кайфово. Даже если проигрываешь, не горишь. То есть, это не картошка. Ну и пока вроде бы все лайтовенько. Мы даже выигрываем, нифига себе. Если выиграем, будет круто. А, как больно. Вот у него урона, конечно, поменьше, чем у ЗТЗшки. Но он двухзвездочный. Вот, Влад. Вот этого парня можно обломиться. Третья один раз стрельнули. Бабл пропал. А мог бы побольше урона за этого-ца. Зафигачить. Ну, короче, на ЗТЗ... Да. Ну, короче, на типочки я бы так никогда бы не гулял по центру карты. Потому что там всего лишь 200 здоровья. Так, ну я не выживу хоть как. Хотя, может быть, броня нам поможет. Да, помогает. Стретья живем. А, еще и убили кого-то. Ну, точнее, и помогли. Выжили. Сейчас быстренько здесь перекурим. Восстановимся. Если нас не убьют. Не смотри на меня, парень. Не смотри на меня, парень. Ну, в общем, кто любит танковать на танке, танк специально для вас. Как-то так, да. Но эффективность, как понимаете, вообще никакая. Сколько я людей убил? Я не знаю. Просто едешь болванчиком. Никто убить не может. Давай еще раз. Хотя, вот этого, может, доберем сейчас? Отлично. Четыре убийства. Да, надо будет узнать, кто переводил. Потому что голос пипец знакомый. Кто шарит по озвучикам, так сказать, комментаторам, голосам русским, напишите, если знаете этого человека. Потому что я его где-то слышал. Какой-то, возможно, блогер. Здорово, мужики. Ой-ой-ой, управление отпусти. Вот это я всегда вот так вот умираю из-за управления. Ну, с Тимой нам повезло. То есть, пацаны затащили. А я посмотрел, как они тачат. Хотя, наверное, тоже нам дадут какое-нибудь второе место. На Меркови обычно второе место. Давай, скинем щит. Вот у нас как раз вся функция в том, чтобы скидывать Абрамсом щиты. Все. Победка. Я бой. Держи еще раз. Ну, один раз выиграли, один раз проиграли. Теперь надо еще разок выиграть, и будет все замечательно. Шестая аренка доступна. Давайте посмотрим, какой лут нас ждет. 20 кристальчиков. Также у нас сундучочки должны были поменять свои характеристики. Меньше все равно 1% красное падает. Ну, печально, что я могу сказать. Нескоро мы увидим наши красные детальки и красные танки. Ну, и денег у нас только на них нет. Покажем врагу, где раки зимуют. Ну, что, ребятки, покажем врагу, где раки зимуют. Опять эта же карта, опять этот же режим. Печалька, блин. Я захваточек хотел. Как говорится, хотел нормальной перестрелки. Ну, ладненько. Потанкуем. Никого не вижу. Где мой засвет? Давай, меркава, получай свои 500 урона. Он даже не заметил. Давайте, разок. Злой китаец. Немецкий китаец. Снимаем защиту. А она не снимается, потому что попасть не можем. Короче, пипец. Вот он назад поехал. Передумал. О, попал. Он заметил, кто в него стреляет. Решил утомстить. Сейчас уже надо будет, наверное, броню делать. Да вы что меня это прессуете-то, парни? Еще и попасть не могу. Ну-ка, давай, выезжай. Отлично. Первый килл есть. Ты в меня стреляешь, нет? Спасибо, блин. А что не сказал-то? Я бы броню пораньше включил. Он в инвизи парень гоняет. Стелочки есть? Это вообще классно. Ай-яй-яй-яй-яй. Не заметил артиллерию. Или что это было? Не важно, что было. Меня убили, блин. Ой. Психую. Ну ладно, ничего страшненького. Так вот, наш немец. Не, блин, когда меркова против мерковы, это, конечно, пипец. Ну вот сколько ее убивать без противников, без союзников. Это нечто. Еще попасть в нее надо. Давай, на ходу фиг попадешь. Еще разок. Вот на этот бы движок хорошо кораблики не зашли. Очень приятное управление именно корабельское. Но на танках ездить просто нереально будет. Было. Есть. Что-то кто-то зажигает? Какой-нибудь Челленджер? Опять эта артиллерия заколебала, блин. И броня не спасает. Точнее, не спасает, но не спасает. Ай-яй-яй-яй-яй. А что так плотно-то? Было легче. Зато жетка. Но мы ее убьем, у нее перезарядки не хватит. А может последний выстрел даст. А мне урона не хватило для нее. Для второго, блин, левела. Ее парасоте. Она успела перезарядиться. Жескарик. Короче, начинаем сливаться. Причем из-за меня сливаемся. Потому что сколько я раз? Уже 10 умер, блин. Из 9. 12 точнее. Да вы заколебали. Тузик, держи. Что-то они доминируют прям на карте. Держи еще ты. Успел? Нет, да успел. Отлично. И пацаны еще их прикрывают все время. Стреляешь, выцеливаешься. И наш такой союзник посреди карты. Держи в меня подачу. Я защищаю тебя. Я открыт. Попадать-то будем? Блин, меня просветили. Я прям чувствую, как на меня все смотрят. Держи. Да больно, больно, больно. Отстань. И тузик еще стреляют. Не, надо, короче, валить отсюда. Семь. Понимаете урон? Семь. Противникам осталось 4 кила. Давай еще разок. Ну, как раз, пока они их бьют, я буду бить эту мерковую. Может, убью. И вот еще СТР-шка. Но этого-то убьем. Хорошо. Хилы нужны все равно. Отлично. Вот так мы, может, еще выиграем? Да, и я с лоу-хипами еду на центр карты, да? Давай. Это 90-е. Сейчас меня убьет, блин, с одного выстрела. Вали, 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 вали. Сейчас умрем опять. Смотрите, последний килл за мной. Давай вперед. Победка. Еее. Ну что, ребятки, как вам меркова? На мой взгляд, это не самый эффективный фиольный танк, что есть у меня сейчас в ангаре. Выживаемость-то есть, а вот убить кого-то очень сложно. Поэтому я считаю, профитность танка небольшая. И меркова занимает почетное третье место. Опять-таки же, пока что в нашем танк-пайраде танк-файринг. Посмотрим, куда она опустится в следующий раз. А вам хочу сказать спасибо, что посмотрели. Всем пока. Играйте в крутые игры. И можете выбрать следующий танк на обзор. Пока. Пока.